всем привет поговаривают что земля шарообразная и вращается многие с этим не согласны вы знаете о ком я говорю эти несогласные утверждают что все это чушь и если бы земля вращалась мы бы это почувствовали с отрабежные силы и всякие как на карусели или что-то вроде того ну так это же можно проверить и измерить скажу я вам причем подручными средствами но сначала немного теории кто в теме может перемотать вперед то не в теме теория нам пригодится для того чтобы понять что и как нужно измерять и какой результат стоит ожидать и так что он говорит о вращении земли наука первое земля вращается с запада на восток со скоростью 1 оборот за 23 часа 56 минут и 4 секунды второе линейная скорость вращения земли на экваторе 465 метров в секунду или 1674 километров в час и уменьшается при удалении от экватора что из этого следует а следует то что на все тела на земле должна действовать центробежная сила направленная как показано на схеме величина этой силы определяется по следующей формы из схемы понятно что во первых эта сила будет максимально на экваторе и во вторых эта сила будет действовать против силы тяжести это должно привести к тому что вес тела должен меняться если одно и то же тело взвешивать в разных географических широтах насколько меняться давайте посчитаем хотя бы для того чтобы понять чего стоит ждать от экспериментов и так у нас есть некоторый груз мы его взвешиваем на северном полюсе и получаем ровно один килограмм потом перемещаем его на экватор и снова взвешиваем что вы должны получить вернемся к нашей формуле и поставим в нее известные нам данные а именно массу 1 килограмм радиус вращения равный радиуса земли на экваторе и скорости вращения земли и в итоге получаем вот такую силу 34 тысячных ньютона именно на эту величину должен уменьшиться вес груза такой груз соответствует массе 3 целых 46 сотых грамма то есть на экваторе такой груз на весах покажет результат девятьсот девяносто шесть целых пятьдесят четыре сотых грамма и так с цифрами разобрались а теперь перейдем к практической части за практическую часть сегодня отвечает знаменитый пилот под ником волфи тот самый волфи который выиграл спор с плоскоземом на 100 тысяч долларов но не будем отвлекаться волфи используя подручные средства а именно точные весы и калибровочную гирю массой 500 грамм проверил а в действительности ли вес на разных широтах разный он сначала взвесил контрольный груз находясь на широте примерно 18 градусов откалибровал весы на массу 500 грамм а затем повторил взвешивание с тем же грузом и с теми же весами уже на широте 35 градусов 19 минут в теории на такой широте центробежной сила ниже и весы должны показать большее значение чем на широте 18 градусов и так и оказалось гири потяжелела на 16 сотых грамма уже этого достаточно чтобы понять что центробежная сила и вращение земли подтверждается но волфи на этом не останавливается и повторяет эксперимент еще раз но теперь в обратном направлении находясь на широте около 32 градусов он еще раз калибрует весы контрольным 500 граммовым грузом возвращается на изначальную широту примерно 18 градусов в теории весы должны на этот раз показать меньший вес и так и оказалось гири полегчало почти на полграмма наверное самые дотошные спросят почему в первом случае разница 16 сотых граммов втором 56 сотых граммов ответ этот вопрос есть под оригинальным видео а также в одном из моих предыдущих видео дело в локальных колебаниях силы тяжести связаны со строением земной коры в данной местности теперь перейдем ко второму эксперименту но сначала снова немного теории про центробежной силы действующие на тело на земле я сказал выше но что будет с этой силой если тело будет двигаться с достаточно большой скоростью по направлению вращения земли или против него скорость вращательного движения земли прибавится собственная скорость тела это должно привести к тому что при движении на восток по ходу вращения земли скорости будут складываться и центробежной силы станет больше а вес тела меньше при движении на запад наоборот центробежной силы уменьшится а вес увеличится. Это явление называется эффект Этвиша. И в данном случае при скорости движения, сравнимой со скоростью вращения Земли, например, при полете на самолете, можно либо удвоить центробежную силу, либо свести ее вообще к нулю. То есть, эффект будет еще больше замечен, чем в первом эксперименте. И счет будет идти уже на граммы, а не на сотой доли. Все это также можно проверить с помощью все тех же гирей весов. И это тоже было сделано другим автором. Его канал называется Flow Plus. Он слетал сначала с востока на запад, и в полете непрерывно следил за весами, но затем пролетел с запада на восток. В общем, как и ожидалось, при полете на восток гиря полегчала, а при полете на запад потяжелела. Суммарная разница – несколько грамм. Вот, собственно, и все эксперименты, которые может повторить каждый. И чтобы избежать лишнего шума в комментариях, скажу сразу насчет этих экспериментов. Их легко поделать, то есть, сами по себе они ничего не доказывают. Но, как сказал сам Волфи, эти эксперименты лишь личный опыт, которым он поделился со зрителями. Он не призывает никого верить на слово. Видео можно и нужно использовать как инструкцию для проведения собственных экспериментов. И вот тут я хочу особо отметить. Оба эти эксперимента уже давно на Ютубе, но я пока так и не увидел, чтобы кто-то из отрицающих эти эксперименты, а их немало, воспроизвел бы их своими руками. Никто не попытался экспериментально все это опровергнуть. Не знаю, с чем это связано. Может быть лень, а может и боязнь получить результат, который противоречит собственному мировоззрению. В общем, господа альтернативщики, не желаете ли повторить эксперимент? Летать на самолете и телефонным кривизну земли искать любой идиот может. А как насчет действительно интересных и серьезных экспериментов? Надеюсь, среди вас найдутся смельчаки для подобного. Готов даже подкинуть немного денег на весы и гири. Самому будет интересно посмотреть на результат. Заранее отвечаю на вопрос. Сам делать не планирую. Альтернативщики изначально такие, как я, не верят. Предвзятость двойные стандарты, знаете ли. А вот своему человеку, думаю, у них доверия будет больше. На этом прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.